Всем привет! Меня зовут Стеценко Анастасия и я б... блин, сейчас... Всем привет! Я Стеценко Анастасия и я бьюти-блогер. У нас аудитория более 100 тысяч человек. Вот. По образованию я реабилитолог, работала раньше с детьми, но жизнь такая, что нужно периодически менять профессию для того, чтобы развиваться. Как мы знаем, девушки на все готовы ради красоты, но самое странное, это укладка волос с помощью дезодоранта. Это просто супер бьюти лайфхак. Девчонки, для того, чтобы собраться на вечеринку за 5 минут, даже если на голове ужас и на лице ужас, сейчас в моде натуральность, поэтому собираем просто пучок, подкрашиваем реснички, делаем стрелочку, красные губы, вот и все, что вам понадобится. Всем привет! Я Левищенко Карина, мне 25 лет. По образованию я актриса, но у меня есть хобби рисовать телом. Я занимаюсь этим около двух лет. Я пришла к этому... В тот момент я снималась в художественном фильме, и это была очень тяжелая тема, как умирает любовь, и я очень долго не могла выйти из этого состояния и подумала, что рисование мне поможет, потому что когда ты рисуешь, ты освобождаешь эмоции. И почему телом? Потому что в той части тела, где было больше всего энергии, вот не выпущенной, не прожитой, я решила нарисовать что-то этой частью, и вот так вот это все началось и продолжается. Я рисую не только грудью, я также сама рисую животом. Моя первая картина вообще телом, это стало «Семь чакр». Я думаю, все знают. Если не знаете, да посмотрите, где находятся чакры, и вот я всеми ими рисовала эту картину. Что еще за вопросы? Сколько картин я всего нарисовала? Мне кажется, с той, что сегодня около пяти, две из них как бы уже по миру гуляют. Некоторые, одну из них я вообще никому не показываю, потому что это очень лично, и никто ее не видел, даже мой муж, мама, никто. Такой вопрос, но моя первая картина стоила тысячу долларов. Сейчас она в Америке. А вторую картину я подарила. Это был режиссер этого фильма, который сподвигнул меня ее нарисовать. Картину, которую я подарила, это были «Семь чакр». На картине, которую я продала, изображено море, ночное море с огромными тучами черными, они прям нависают, и луна посредине, и лунная дорожка. Я Лещук Ольга. В том году защитила титул «Самый сильный в мире». Это было в Лас-Вегасе на соревнованиях «Мистер Олимпия». И я счастлив, что была со мной моя команда. Это спильная перемога. Мне нравится писать картины маслом. В последний раз я три часа, где-то три с половиной часа писала картину. Это как максимально физически отвлекает от этого физического труда. Когда вы ставите перед собой цель, нужно уже в уме представить то, что она уже достигнута и то, что уже произошло. Вы становитесь более уверенной и понимаете, что эта медаль, и она у вас, и она вас делает более уверенной, целеустремленной. Соревноваться с друг другом – это, конечно, хорошо, но прежде всего я соревнусь сама с собой. Здравствуйте, меня зовут Марина Катренко, и я гроулю. Это такая техника вокала. «Кто против Лондонаук?» По образованию я архитектор. Но музыка сопровождает всю мою жизнь, меня. Это огромная часть меня. И поначалу это было просто развлечение. В 12 лет мне просто очень нравилось слушать тяжелую музыку. Я слушала классику, очень разнообразную музыку. И у нас были такие в то время популярные группы, как «Тонкая красная нить», «Аматри» и «Арченами». И мне очень нравилась музыка, очень нравился вокал. И мы просто одурачились, и я повторяла, и у меня начало получаться. И уже с возрастом это стало приобретать более профессиональный характер, потому что я заинтересовалась сначала гроулом, а уже потом вокалом, чистым вокалом. То есть вот так вот было. И мне очень нравится изучать свой инструмент с разных сторон. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной.